МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа Республика. С главными событиями понедельника вас познакомят наши корреспонденты и я, Юлия Важенина. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Холода не за горами. Подготовку к отопительному сезону обсудили на еженедельной планерке у главы Республики. Чужих детей не бывает. Многодетная семья из Севильского района усыновила шестерых детей. Избранный глава Республики Михаил Игнатьев вступил в должность. По этому поводу в Доме правительства состоялась торжественная церемония. Напомним, что в Чувашии впервые после 15-летнего перерыва состоялись выборы главы региона. Более 65% избирателей отдали голоса Михаилу Игнатьеву. В торжественной церемонии вступления в должность участвовали депутаты Государственной Думы России, представители органов власти соседних регионов, депутаты Государственного Совета Республики, главы районов, руководители предприятий и ведомств. По их мнению, стабильность в Республике – результат слаженной работы всех ветвей власти. Мы с гордостью смотрим на вашу республику. Она разбивается и экономически, и благоустраивается, потому что сегодня нам в пример ставят город Чебоксары. Да любой населенный пункт – это культура, это чистота, это новый формат поведения граждан, которые относятся очень по-доброму к тому месту, где проживают. И у нас многие приезжают сюда и перенимают опыт. И взаимный обмен, я думаю, нам на пользу. Вы знаете, мы как соседи очень здорово и сильно следим, наблюдаем за развитием агропромышленного комплекса Чувашской Республики. И я искренне хочу порадоваться за своих коллег, которые за последнее время сделали очень сильный прорыв в инновационном, сильном развитии вообще БК и сельского хозяйства вашей республики. Я хочу отметить, что в плане инвестиционной привлекательности сегодня Чувашия стоит в Приволжском федеральном округе на одном из самых первых мест. Регионы, они близки по своей структуре, и по экономике, и по численности населения. Поэтому то, что сегодня делается в республике, я думаю, что это залог, так сказать, будущего развития экономического, потому что республика строится, очень много появляется новых жилых кварталов, развивается экономика республики, развивается сельское хозяйство. Я думаю, что Михаил Васильевич уже на свой новый срок, на свой новый период работы как главы республики, он сумеет и удержать вот то достигнутое, что сделано, на сегодняшний день в регионе, и пойти дальше. Михаил Игнатьев принял присягу. Клянусь, при осуществлении полномочий главы Чувашской республики соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы Конституции Чувашской Республики и законы Чувашской Республики, а также исполнять указы президента Российской Федерации и постановления правительства Российской Федерации, уважать и обеспечивать права и свободы человека и гражданина, с честью выполнять высокие обязанности главы Чувашской республики верно служить народу. С вступлением в должность главы региона от имени президента России поздравил заместитель полупреда в Приволжском федеральном округе Олег Мельниченко. Уважаемый Михаил Васильевич, поздравляю вас с официальным вступлением в должность главы Чувашской республики. Вам предстоит серьезная и ответственная работа, направленная на комплексное развитие региона, его экономики и социальной сферы. И, конечно, в центре вашего внимания должны быть вопросы повышения качества жизни людей, эффективное решение тех проблем, которые волнуют граждан. Желаю успехов и всего самого доброго. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. На служение народу главу республики благословил митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. Михаил Игназик поблагодарил всех, кто работал в его команде предыдущие пять лет, кто помогал ему в предвыборной кампании. Благодарю всех избирателей Чувашской республики за оказанное доверие мне. Кандидату от Всероссийской политической партии «Единая Россия» с отдельными словами благодарности обращаюсь к трудовым коллективам, активистам, ветеранам, лидерам общественного мнения, представителям общественных организаций, которые оказали мне неоценимую поддержку в ходе предвыборной кампании. Дальнейшие наши достижения могут основываться только на эффективной работе органов власти всех уровней. Мы последовательно ведем борьбу с коррупцией, совершенствуя законодательство в этой сфере и используя инструмент народного контроля. Снижение административных барьеров, повышение информированности населения о работе федеральных, республиканских и муниципальных структур, открытость и прозрачность их действий помогут нам решить многие вопросы. Впереди большая и серьезная работа по дальнейшему социально-экономическому развитию республики. Глава республики рассчитывает на команду единомышленников. В этот же день глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с советником президента России Николаем Федоровым и председателем Комитета по экономической политике Государственной Думы России Анатолием Аксаковым. Наработанный опыт есть и должны справиться. Другого варианта нет? Вариантов нет, альтернатив нет. Ждут этого и люди, и президент страны. Да, проходите, пожалуйста. Касаясь дальнейшей нашей работы, мы с вами встречались, обговаривали. Вы в числе трех кандидатов на члены Совета Федерации. Я говорил по итогам выборов, с учетом всех тех заслуг, которые вы делали для своей малой родины, для чувашского народа, я хотел бы предложить вам, после уже вступления в должность, с учетом действующего федерального законодательства Конституции Чувашской Республики, чтобы вы дали свое согласие для наделения полномочиями членов Совета Федерации и Федерального собрания Российской Республики. Уважаемый Николаевич. Мы в ответе за все, что происходит, и с меня тоже никто, наверное, в моральном плане, по крайней мере, и в политическом, историческом аспекте, житель Чувашии, который помнит, или даже не помнит, если он знает по истории, что мы много лет отвечали за то, что происходит в Чувашии, никто не снимет с меня ответственность, и я не имею права сходить с этого фактора того, что несу ответственность вместе с вами, наряду с вами перед народом Чувашии. Поэтому будем не просто работать и трудиться вместе, будем решать очень непростые задачи, которые будут подкидывать повестки дня внутренние, и не только внутренние. Поздравляю. Спасибо. Хороший мужчина. Спасибо, успех. Проходите, Пасаж. То, что сегодня вы представитель комитета по экономической политике, предпринимательству, предприниматели наши почувствовали. Понятно, все вопросы сразу решить невозможно, но я думаю, совместными усилиями, с учетом общественных организаций, там, Беловая Россия, Опору России, все это будем претворять в реальной жизни. Я думаю, мы так под предприятием поездим, подготовим вместе с вашим правительством, с нашим правительством, материалы, чтобы это уже было подкреплено протоколом, соответствующим поручениями. Я думаю, мы сюда подвезем представителей правительства, Минпрома, может, Минсельхоз. Потенциал есть, с учетом импортозамещения. Надо не включаться в эти программы, все федеральные. Своей стороны постараемся поддержать, чтобы депутаты тоже подключились. Вы, да понятно, там участвуйте. Чтобы они свой голос подняли. Михаил Игнатьев в субботу подписал указ об отставке правительства. Согласно указу, исполнять обязанности председателя кабинета министров будет Иван Моторин. А кабинет министров продолжает осуществлять свою деятельность до формирования нового состава правительства. Сегодня глава Чувашии предложил исполняющему обязанности председателя кабинета министров Ивану Моторину вновь возглавить новое правительство. Михаил Игнатьев сообщил, что планируют внести кандидатуру Ивана Моторина на рассмотрение в Государственный совет республики. Рассчитываю на вас, что сформируем работоспособный, эффективный кабинет министров, для того, чтобы все те вопросы, которые поднимали наши жители, наши избиратели, были скорректированы наши государственные программы. И мы должны еще с удвоенной силой работать для того, чтобы поднять экономику, для того, чтобы повысить качество жизни. Исполняющий обязанности председателя кабинета министров поблагодарил главу Чувашии за доверие. Это, с вашей стороны, серьезное доверие. Я надеюсь, что в своей работе, работой в команде, с коллегами, мы как раз выполним те задачи, которые вы ставите. Глава Чувашии подчеркнул, что в первую очередь необходимо вернуться к рассмотрению вопросов, которые поднимали избиратели во время предвыборной кампании. Пути их решений должны быть отражены в стратегии развития Чувашской республики. Михаил Игнатьев поставил перед будущим правительством ряд задач. Чтобы экономика республики была стабильной, необходимо привлечь инвестиции на сумму не менее 250 миллиардов рублей, создать 20 тысяч новых рабочих мест. Глава республики отметил, что в условиях финансового кризиса это сделать нелегко, но вполне реально. Михаил Игнатьев встретился с генеральным директором производственного объединения имени Чапаева Михаилом Резниковым. Речь шла о ситуации на предприятии. «Сейчас выходит новый закон 275-й о гособоронзаказе, и там появляются очень большие трудности в работе предприятия. Когда мы получали своевременно деньги от военных, в январе у нас уже были большие авансы, мы начинали с января хорошо работать. Вот поэтому мы добиваемся результатов. Обычно раньше, допустим, январь, февраль, март были плохие месяцы, у нас не было авансов от военных, поэтому мы работали очень слабо». «Показатели на заводе Чапаева тоже улучшаются, и зарплату начали лучше выплачивать. Это говорили сами работники на наших встречах, когда мы на заводе были. Но и есть хорошие перспективы для дальнейшей работы». Бабье лето, по прогнозам синоптиков, на этой неделе завершится. А значит, пора включать отопление в домах. Напомним, что отопительный сезон начинается тогда, когда среднесуточная температура составит не больше 8 градусов тепла. Сегодня на еженедельном совещании у главы Чуваши обсуждали готовность объектов к зиме и другие вопросы. Подготовка к новому отопительному сезону в республике началась сразу, как завершился предыдущий. Сейчас работы по опрессовке труб отопления и водоснабжения завершаются. Сформированы аварийные бригады и подготовлена техника. По данным исполняющего обязанности министра, объекты готовы на 90%. Из 26 муниципальных образований основные виды работ на объектах коммунального комплекса завершены в 17 муниципальных образованиях и близки к завершению подготовительной работы в 9 муниципальных образованиях. Также создан нормативный запас топлива. В городах и районах созданы резервные источники топлива. Однако, по словам Олега Маркова, вызывает озабоченность задолженность муниципальных образований и предприятия ЖКХ запотребленные энергоресурсы. Хотя с весны долги немного сократились на 14%. У министерства есть отдельный план сокращения задолженности. Глава Чувашии Михаил Игнатьев обратился к руководителям профильных ведомств. Подготовке к зиме социальных объектов надо уделить особое внимание. Зима на носу, соответственно, всегда у нас, как бы сказать, работа плановая проводила своевременно, включая строительно-монтажные работы. Прошу, соответственно, качественно подойти к своему. К своей работе и сделать все для того, чтобы нормально подавать тепло всем потребителям. Исполняющий обязанности министр экономического развития Владимир Аврелькин рассказал о прошедшей на прошлой неделе выставке с говорящим названием «Импортозамещение». Чуваша не осталось в стороне. В выставке приняло участие более 350 компаний из 9 регионов Российской Федерации, в том числе и из Чувашской Республики. Мы также представляли свою коллективную экспозицию, где было представлено порядка 26 организаций наших чувашских. Это «Электропарадный», «Завод «Энергомаш», «Каскад» и ряд других компаний. Они учат предприятия электротехнического, машиностроения, химической отрасли. Все те компании, которые работают сегодня в сфере замещения импортных продукций. Продукция чувашских компаний вызвала интерес. К примеру, компанией, которая производит спецодежду для экстремальных условий, заинтересовалось русское географическое общество. Так что съездили не зря, отметила исполняющая обязанности министра. Татьяна Молокова, Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков, Республика. Также на планерке у главы Республики обсудили ход сельскохозяйственных работ и какую отдачу получают жители от ярмарок «Дары осени». Более 99,5% зерновых и зернобобовых культур на территории Республики уже убрано. В 12 районах завершили сбор урожая. Еще в трех – Цивильском, Чебоксарском и Красно-Читайском – уборка продолжается. В остальных муниципальных образованиях остались только поздние зерновые. Что же касается овощей, то сейчас их уборка в полном разгаре. Овощи убраны на площадь 267 гектаров или 30%. Валовый сбор составил около 7 тысяч тонн. При урожайности 253 центнер из гектара. Но с уровнем прошлого года урожайность по овощей чуть меньше. Заканчивается уборка хмеля. 84,6% убрано. Валовый сбор составил 162 тонны. При урожайности 19 центнер с одного гектара. В прошлом году было всего 12,5 центнер с одного гектара. В Красно-Читайском и Шумерлинском районах уборку картофеля уже завершили. Близки к финишу в Батыревском и Комсомольском. По словам Сергея Павлова, максимальная урожайность второго хлеба в Чебоксарском районе – почти 270 центнеров с одного гектара. Картофель убран на площади 7,9 тысяч гектаров или 81,5% к запланированному. Валовый сбор составил 167 тысяч тонн. На эту дату в 2014 году было убрано уже практически 90 с лишним процентов. И 125 тысяч тонн было собрано картофеля. Урожайность в этом году она выше – 211 центнер с гектара. В прошлом году было 157. То есть тот динамик, который начинался от уборки, начала уборки, она сохраняется. И поэтому рост картофеля будет в этом году, я думаю, что значительный. Маринованные огурчики и перцы, икра из баклажанов и кабачков, домашние компоты и варенья. Многие хозяйки осенью делают запасы на зиму, но не у всех есть возможность самим вырастить урожай. На помощь таким хозяйкам приходит традиционный месячник по продаже сельхозпродукции «Дары осени». Свежие фрукты, овощи, ягоды появились на прилавках, несмотря на засушливое лето. Только что с грядки, уверяют продавцы, все свежее и полезное. Организована торговля под навесами, предприниматели участвуют. 14 районов Чувашской республики принимают участие, около 112 сельхозтоваропроизводителей посещают город Чебоксары. На рынках организована торговля бесплатно для сельхозпроизводителей на Хеверском рынке, на рынке Шупашкар, в торговом комплексе Николаевский и на Северной. Кроме этого, также была организована торговля во дворах. Как показала практика прошлых лет, такие овощные ярмарки пользуются хорошим спросом среди горожан в сезон заготовки припасов на зиму. Продукция непосредственно от фермеров и других сельских организаций как бонус еще и дешевле. Кстати, «Дары осени» будут нас радовать вплоть до 18 октября. Юлия Важенина, Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков, Республика. 2 часа 50 минут. Столько времени займет дорога из Чебоксар до столицы России, когда будет построена высокоскоростная железнодорожная магистраль «Москва-Казань». О том, как реализуется проект сегодня, рассказал исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Филиппов. Высокоскоростная магистраль «Москва-Казань» в Чувашии пройдет по территории Ядринского, Маргаушского, Чебоксарского и Миринско-Посадского районов. Планируется создание двух раздельных пунктов с посадкой и высадкой пассажиров. Это опорные станции Чебоксары и обгонный пункт Полянки. На сегодняшний день согласован основной коридор прохождения высокоскоростной магистрали для дальнейшей проработки на стадии инженерных изысканий и рабочего проектирования. Примерно два месяца назад маршрут трассы несколько изменили. Согласно новому проекту, ВСМ пройдет на 4 километра севернее города Ядрин и не затронет его жилые кварталы. Сейчас специалистам предстоит определить точное место расположения станции Чебоксары вблизи деревни Шенерпосе Чебоксарского района. Место определено не случайно. Там хорошо развита сеть дорог. Проходят трассы М7, Волга и Вятка. Это позволит связать станцию со столицей Чуваши, Новочебоксарском и другими населенными пунктами республики. Высокоскоростная магистраль уже на этапе строительства позволит создать в республике 5000 рабочих мест. На этапе эксплуатации 681 рабочее место, отметил исполняющий обязанности министра. Отделение Пенсионного фонда России в Чувашии неоднократно становилось лучшим среди региональных отделений страны. Глава республики Михаил Игнатьев оценил работу коллектива. В рамках оптимизации еще в прошлом году здесь полностью перешли на работу в онлайн режиме. Все пенсионные данные хранятся на едином сервере, который обслуживает всю республику. Теперь сотрудникам достаточно установить параметры поиска и информация владельцев СНИЛС тут же появится на экране. Мы сейчас посмотрели центр, где базе данных находится практически 1 миллион 300-1,5 миллиона человек. Жизнь меняется, запросы у людей и пенсионеров увеличиваются, и мы вместе с вами, конечно, должны соответствовать всем тем требованиям наших жителей и всех тех, кто уже в базе данных находится Пенсионного фонда Российской Федерации. Конечно, виртуальная база данных ускоряет процесс работы, но в первую очередь на качество обслуживания влияет квалификация и профессионализм специалистов. Роза Кондратьева, управляющая отделением Пенсионного фонда Российской Федерации в Чувашии, работает в фонде уже 18 лет. Ее заслуги не раз отмечали наградами различного уровня. Сегодня у Розы Алексеевны юбилей к поздравлениям трудового коллектива присоединился и Михаил Игнатьев. Екатерина Куприна, Расиль Мюхамедов, Республика. Милосердие и сострадание еще живут в нашем обществе. Подтверждение этому семьи, взявшие воспитанников детских домов. Наша съемочная группа побывала в Цивильском районе в гостях у таких родителей и узнала секрет семейного счастья. Шишки собирать и карман кладет. Четырехлетняя Арина вместе с мамой старательно выговаривают слова и пытаются читать книги. Она младшая в большой и дружной семье Андреевых. Всего Надежда и Владимир воспитывают шестерых детей. Впервые детский смех в их доме зазвучал в 2004 году. Тогда в семье появились Сережа и Надя. Но у девочки вскоре нашлись родственники и мальчик остался один. Так было недолго. Чуть позже у Сергея появились братья и сестры. Полная семья это чтобы там были дети, а у нас не было детей. Если так подумать, я вообще не думаю, что у нас много детей. Их даже и не видать. Но вот в деревне, да, хорошо жить. Когда вот, например, ту же самую картошку копать. Выходим всей семьей. У нас даже маленькие там помогают собирать. Ребята настоящие мамины и папины помощники. Мальчишки постоянно что-то мастерят, а девочки помогают по дому. У Андреевых свое хозяйство, поэтому никто не сидит на месте. Работа есть для всех. Дочка Жени все свое свободное время посвящает танцам. А Надя вяжет коврики и даже платье для младшей сестренки Арины. Как говорят супруги, секрет семейного счастья и гармонии прост. Дарить любовь и заботу всем своим детям. Татьяна Леонтьева, Регина Кубайкина, Александр Петров, Республика. В минувшие выходные хоккейный клуб «Сокол» города Новочебоксарск дебютировал в первенстве высшей хоккейной лиги. На домашнем льду «Чебоксары-арена» наша команда встретилась с игроками Смоленского Славутича. К сожалению, начать первенство ВХЛ с победы «Соколу» не удалось. Подробнее в следующем сюжете. В течение двух дней в ледовом дворце не стихали хоккейные страсти. Эмоции сдерживать было трудно. На льду наша новочебоксарская команда и достаточно титулованный Славутич. В первый день счет игры на 15-й минуте первого периода открыли гости. Но во второй 20-й минутке «Сокол» забросил в ворота соперника ответную шайбу. К сожалению, она оказалась единственной, забитой нашими хоккеистами. Итоговый счет первого дня 4-1 в пользу гостей. Задача одни – играть, победу. Но просто пока первая игра, тем более ребята под нагрузкой. То, что задание было и есть, пока не все выполняется, но стараются ребята. Безусловно, болельщики не теряли надежды на то, что второй день станет удачнее предыдущего для их команды. И что кубок, который после торжественного открытия первенства ВХЛ прибыл в Чувашию, в финале останется здесь же. Нам бы хотелось, конечно, взять этот кубок, чтобы он у нас здесь остался. Не то, что здесь, как говорится, в витраже, можно так сказать. Но пожелаем нашей команде взять этот кубок, чтобы он остался здесь. Второй день вновь не порадовал ни болельщиков «Сокола», ни самих игроков. Итоговый счет на табло – 1-6. И снова не в пользу хозяев. Поражение нашей команды объясняется небольшим игровым опытом. Главный тренер команды обещает, что уже в октябре «Сокол» покажет совсем другую игру. А пока хоккеистам нужна зрительская поддержка. На этой неделе они снова проведут две спаренные домашние игры в Ледовом дворце Чебоксара-Арена. Начало матча в 18.30. Билеты уже в продаже. Екатерина Абрамова, Игорь Зверев, Республика. Жители микрорайона Садовой, что в столице республики, провели выходной день с пользой. Они активно благоустраивали дворовые территории. Строительная компания «Суор» совместно с управляющей компанией организовала акцию по посадке деревьев и кустарников. Подробности смотрите далее. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Утро выходного дня для жителей этих домов началось с веселой зарядки. Тех, кто не успел позавтракать, строительная компания «Суор» угощала чаем с печеньем. Желающих принять участие в посадке новых саженцев оказалось много. Это достаточно масштабная акция, достаточно долгожданная. Жители микрорайона давно ждали озеленения нашего микрорайона и хотели принять участие в высадке деревьев. Деревья сегодня высаживаются самые разные. Каждый желающий, кто пришел, высаживает дерево и может получить именную табличку. Молодые березки, рябины и ели. Всего 250 саженцев. У каждого свой хозяин. По именной табличке можно узнать, кто и как ухаживает за своим деревом. В акции приняли участие все жители микрорайона. От мала до велика. Многие пришли всей семьей. В нашем районе достаточно мало или почти нет деревьев во дворах. А теперь управляющая компания нашего района придумала такую замечательную акцию. Мы посадили нашу семейную рябину, наше семейное дерево. Надеемся, оно проживется, будет большим, вырастет и даст плоды. И будет радовать жителей нашего района. Семейное дерево появилось и у Анисимовых. Они посадили березу. Посадили под своими окнами. Обязательно будем ухаживать за этим деревом. Чтобы дети выходили, гуляли. Смотрели, радовались. Вместе с дочерью посадили. Сын тоже с нами сажал, но пока только из живота просто участвовал. А так хороший был, как субботний отдых с семьей. Такую акцию по благоустройству микрорайона Садовой строительная компания планирует сделать ежегодной. Анастасия Лангина, Сергей Рябчиков, Республика. Анастасия Лангина, Сергей Рябчиков, Республика.